Привет, мои хорошие, мои дорогие! Ваша мамка снова вышла сегодня в ночную смену записывать для вас видосик. А всё потому, что дети, подростки, школьники опять плохо себя вели сегодня. Опять они припёрлись на свой любимый дымоход, понтоваться своими дорогими шмотками. Они заработали денежки нечестным путём, а теперь хвастаются дорогими брендовыми шмотками. Так давайте же, давайте же дадим им люлей за то, что они вот такие вот плохие. Сегодня у нас очень много тиктокеров, очень много детей, очень много людей, которых я просто обожаю. Будут рассказывать про свои отношения, про свои шмотки, про свою жизнь. Ребята, не надо мне писать в комментарии, что я якобы устал и что мне надо отдохнуть от всего этого. Вы чё, серьёзно? Думаете, я не по собственной инициативе всё это делаю? Думаете, я не настолько чекнутый? Итак, первый, кто у нас на очереди, Володя XXL. Он, как говорят, ушёл из одного дома в другой, в XO Live. Володя, а это XXL. Шутка зашла, вот это норм. Нормально, да? Я не знаю, XXL, не XXL, наверное, XS может быть. А как ты? Ты Володя XS? Я Володя XXL. Сколько тебе лет? Мне 18 лет. Найки у меня стоят на 1015-20. Костюм, это у тебя всё Келлин Клейн? Это Келлин Клейн, да, я не знаю, 1020 он стоит, 25. Футболка там ещё, Найковская. 109 она стоит, я не знаю. Слушай, ну что, пришёл в... Блин. И с самого начала, доктор Кринж, подвиньтесь, пожалуйста, Андрей Нойлс. Володя XXL сейчас так понтовался, конечно, 46500 нехило так, да. Он так понтовался, как будто это не 46500, а 4 миллиарда 650 миллионов долларов. Володя, да ты видел, чё Влад бумага себе купил? Он себе часики заказал, которые полностью инкрустированы бриллиантами. Вот ты понимаешь уровень. Полгода они к нему из Нью-Йорка шли. Володя, а ты тут своими Найками за 15 тысяч решил попонтоваться. Туруй давай в свой Иксо Хаус. Идеи местных девочек развлекай. Своим XXL. Господи, XXL. Володя такой, знаете, он уверенный в себе стал после всей этой истории с гомофобией. После того, как его всем интернетом обсмеяли и пожалели, сказали. Ну, пацан просто, знаете, недалёкий умом. Ну, пацан просто, наверное, латентный гомосек. Ну, знаете, пацан, наверное, просто его отчим в детстве. Пришло время сделать уже, наконец-то, долгожданный, так сказать, камин-аут. Уже он был, мне кажется. Уже был? Да. Камин-аут уже был давным-давно, месяца три назад. И про это уже все забыли. И хорошо. Ну, ты уже больше не ненавидишь геев? Ну, да. Я закончил один из классов. Слушай, ну, я тебя видел на фотосессии. Ты же фотографировался вместе с Петровым, Андреем и Синяком. Да, я закончил один из классов. Вот. Еще не пришли результаты по обществу знания. Не пришли? По-русскому я сдал, да. Сколько баллов? 55. Ну, норм. Прошел порог вроде. 55? Да. Ну, не знаю, мало. Но мне главное порог пройти. Я на заочку поступаю. Ну, так. У нас, кстати, многие, я так понимаю, на месте Володи XXL хотят оказаться. Из тиктокеров, вот, которые регулярно снимают в ТикТок. Они реально хотели бы попасть в ТикТок дома какие-то. И вот Володя им свой пример подает. Типа, говорит, ребята, нахер учебу? Сдавайте на минимум свои ЕГЭ. Учеба это херня. Потому что главное ТикТок. За ТикТоком будущее. За ТикТок домами. Но он не уточняет, что ТикТок уже тоже набрал, грубо говоря, критическую массу. И что все, кто пришли в ТикТок, вот, во время Володи XXL, они сейчас стали популярным. А новеньким сейчас места все меньше становится. Потому что алгоритмы платформы каждый день меняются. И они уже чуточку отсеивают. Чуточку отсеивают людей. Не как раньше. То есть раньше, если ты занимался ТикТоком, ты мог выстрелить и стать популярным, вот, как Володи XXL, то сейчас это сделать гораздо сложнее будет. Практически нереально. Читал исследование. В среднем у Геев 55 баллов. 55 баллов у Геев? Ну, не знаю, какие-то исследования читал. У меня 55 баллов, вот. Но это я еще не добавил сочинения. Это только тестовая часть. А, тогда все нормально. Тогда все отлично. Кстати, как думаете, официального каминг-аута у Володи XXL так и не было? Если не читать интервью на Пушке. Но, реально, вот как вы считаете, гей Володи XXL или нет? Вот просто интересно ваше мнение. Как оцениваете его вообще? Мне кажется, он не гей. Мне кажется, он просто тупой. Да, кстати, чуть не забыл вам рассказать про классный сериал, который я посмотрел вчера, вот, буквально пока. Сразу после монтажа вчерашнего видосика, который находится вот здесь. Вот я запомнил, с какой стороны. Называется он «Зомболодка». Для тех, кто соскучился по зомби-сериалам, давно ничего интересного. После «Ходячих мертвецов» не выходило. Советую всем посмотреть. Там всего шесть серий. Один сезон вышел. Британский комедийный сериал, где главные герои, две сестры, они на лодке такой медленной, короче, по каналам Бирбингема перемещаются с двумя индусами или кем, я так и не понял, короче. Такой легкий сериальчик, который можно посмотреть вот после просмотра моего видео. И вы спрашиваете, наверное, «Дима, а где его посмотреть?» А посмотреть его можно, например, смотрел его у себя на телевизоре на Кинопоиск HD. У меня просто в телеке есть приложение Кинопоиска, и я зашел, активировал себе подписочку бесплатную на 60 дней. Ссылочку я, кстати, закреплю, вы тоже можете перейти по ссылочке по моей, ввести мой промо-код и 60 дней бесплатно смотреть сериальчики, фильмы. Вот начните с «Зомболодки» обязательно, там по 20 минут серии идут, 6 серий, к сожалению, всего лишь, сука, 6 серий. Жду второй сезон, уже не дождусь. И кто смотрел этот сериал, напишите, как вам. Кстати, да, буду еще сериалы и фильмы обсуждать, потому что я сейчас каждый день смотрю что-то. Валя Карнавал. Да, привет. Это правда ты? А ты почему Потапа не представил? А, Потап. Это Потап, да, он тоже очень классный. Слушай, постоянно она такая... Две, это, чокнутых сестры, Валя Карнавал и Юля Гаврилина. Одна такая жужу-жужу-жу-жу в моей голове. И эта с «Медвежонком» пришла, ну такая, знаете, строит из себя маленькую девочку, сама уже там по-жесткому с Егорчиком Шипом. А та с Даней Милохиным уже, они отрываются на полную. Такие вот звуки у них, знаете, из их спален доносятся. А сами строят из себя маленьких девочек. Вот этот вот контраст. Твои сторизы, ну или перерепосты твоих сторизы в инстаграме. Что это значит, что меня тянет не туда? Да, ты просто скоро словишь психушку. Это точно. Рассказывай, что сегодня на тебе. Это я вижу офф. А вы, кстати, знаете, я не знаю, прикол это или нет, но Валя Карнавал для клипа «Психушка», вот это в голове моей психушка, я люблю, ненавижу. Она с него в сториз, где сказала, ну мы не стали запариваться и звать настоящих актеров, а взяли просто психов из психушки для клипа «Психушка». Я уж не знаю, серьезно, это шутка или нет, но если это не шутка, и они взяли реальных психов из психушки, людей, то есть больных, с заболеваниями, которые не отдают себе отчет. Во-первых, я надеюсь, что они ничего с ними не сделали на съемочной площадке, не сделают, если клип еще снимается. И, во-вторых, насколько это правильно, гуманно брать больных людей к себе в клип с психическими расстройствами, которых не просто так отправили в психушку, или они сами пошли туда. Ну как-то это странно, согласитесь? А что, реально, подождите, стойте, то есть мне нужно рассказать, в чем я сегодня одета? Сколько стоит шмот? Реально, ребят, я не знала, я не хотела на это подписываться. Кроссовки, блин, я не помню, ребят, 1050, наверное, 1003 на скидке они были. Я сейчас просто скажу, вчера мне сказали, что надо прилично одеться, но мы с Потапом такие пошли в магаз. Я не понимаю, в какой момент времени у них происходит следующее. В принципе, все обычные люди считают деньги, все, ну, там, в какой-то магазин покупают яйца, хлеб, гречку, да, курочку. Все покупают, все просят денег у мамы, там, на кроссовки, у папы на телефон, я не знаю. Но в какой момент происходит вот эта трансформация, при которой она такая сейчас стоит? Ну, я не знаю, сколько кроссовки стоят, ну, тысяч 50, 50 тысяч. Средняя зарплата в городе, в котором я живу, 18 тысяч рублей, ребят, 18 тысяч рублей. Но я не знаю, сколько эти кроссовки стоят, тысяч 50. Откуда, из какого города, Валя, карнавал, кто знает, напишите, пожалуйста, какая там, какая у вас в городе средняя зарплата. Вот мне чисто интересно, знаете вы или нет. Я уж не буду спрашивать, сколько у вас зарплаток, сколько средняя в вашем городе зарплата. Сейчас и все, что вот это я купила, то есть ремень, леггинсы, вот это и вот это, за все эти вещи я дала в общей сложности 83 тысячи. Я не знаю, сколько каждые вещи стоят по отдельности. Сколько тебе сейчас лет, кстати? 18. 18 лет. Вот, возможно, 18 лет ума нет или что? Хотя 18 лет обычно, ну, многие люди очень даже умные. То есть уже получается можно? Что можно? Ну, просто, говорит, уже можно. Можно поумнеть Валя, карнавал, 18 лет, и научиться считать, сколько, на что ты тратишь денег. Нет, мне Потап запрещает. Сердечко у тебя свободно, не свободно? Ну, об этом знаю точно только Потап. Я уверен. Мне кажется, она инфантильная. Знаете, говорят, что, типа, там интрижка с Егором Шипом у нее. Егор Шип – это вот этот вот 13, сколько ему, 14 лет, 14-летний вот этот вот репер, богатый школьник, да? И когда 18-летняя девочка мутит с 14-летним каким-то ребенком, не знаю, может, ему 15 реально, вот это, ну, суперинфантильно. Обычно девочки любят мужчин постарше. Наверное, это связано с ее какой-то инфантильностью, наверное, с детством, с проблемами. Надо, короче, посмотреть интервью на Пушки и понять все. Число парней в виде тебя. У них просто слюнки текут. А, у тебя даже текут? У меня текут, но я... У меня вот не текут. Я смотрю на нее, у меня не текут слюнки. Я вижу какую-то просто колхозную дурочку. Извините, это субъективное мое мнение, не воспринимайте его как какое-то вот, какое-то оскорбление. Это просто мое мнение. Я имею на него право. Я отворачиваюсь, чтобы жена не видела. А, да? Ну все, у вас очень верный муж, у него не текли слюнки. Все правильно. Да, ну вот у других, у которых текут, вот что им надо сделать, чтобы у них была возможность твоему сердцу прикоснуться? Блин, знаешь, ну типа у меня нету такого критерия, там если он классно одевается, типа я с ним заобщаюсь. Такого нету. Просто нужно энергетикой, энергетикой понравиться, чтобы он подошел и я почувствовала, что он такой же, как я, типа. У вас было что-то с Егор Шипом? Я просто пропустил. Что еще раз? Ой, ребят, не звонят. Пока! Им задают вопрос про отношения. Они все как клоуны съезжают. Я не понимаю, кто-то им запрещает говорить про отношения. Хотя во всех пабликах, там, желтушных, во всех телеграм-каналах, где там сливы, не сливы, везде все прекрасно знают, кто с кем встречается из этих малолетних тиктокеров. Но они делают вид, что они держат интригу. Вот это вот, вот этот момент самый смешной. И мы двигаемся дальше. На очереди у нас угадайте, кто, конечно же. Карина Аракеля. Ну как без Карина Аракеля? Ну я же не был бы сумасшедшим больным человеком, если бы ее сюда не вставили. Сегодня ничего такого особенного на мне нет. Пандора. С шармиками в сумме где-то, ну, тысяч восемьдесят, возможно, стоит. Кольцо тоже Пандора. Около пятнадцати тысяч. Два разных кольца. По пятнадцать. Что за цепь, похожая на цепь от ванной? Цепь очень, ну, как бы, дешевая. Из H&M, слушай, ну, рублей триста. Сережки Fatality серебряные. Около семи тысяч стоили. Ну и самое главное, моя любимая кожаная куртка. Около сорока тысяч. Тоже Филс. Покрутись, покажи. Дзайнерская. Получается, ни у кого такой вот расписанной нет больше. Ну, нет, она типа эксклюзивная, в одном экземпляре продавалась. Макияж. Пятнадцать, ой, пятнадцать тысяч, хотелось сказать. Три пятьсот. Так, уже по всему пройдемся. Ну, мы бы поверили тебе и пятнадцати тысяч. Резюмируем. Так, на мне сегодня ничего особенного нет. Лук на двести пятьдесят шесть тысяч триста рублей. Наша постоянная рубрика, ребята. Я вас уже спрашивал в одном из предыдущих видео вот здесь. Что на вас сегодня за лук? Давайте, делитесь в комментариях. Именно для этого мы сегодня собрались. На мне все та же футболка. Асик Стайгер, фамилия, я не знаю, две тысячи рублей. Сколько она стоила? Полторы тысячи. Я хер знает фамилии. Все, в принципе, от тысячи до двух тысяч. Ну, расскажи, вот как ты умудряешься жить вот с такими длиннющими ногтями? Ой, слушай, я уже привыкла. Мне даже когда в салоне эти ногти делают, говорят, как вы, девушка, ходите с такой максимальной длиной? Я говорю, я с короткими не могу. Мне когда снимают и заново наращивают, я даже по клавиатуре не попадаю. Я уже привыкла именно с такой длиной. Но по клавиатуре-то попадать, это ладно. А вот, например, что-то в быту, резать хлеб. Привыкнуть можно, я вам так скажу. То есть ты делаешь все пальцами, ты привыкаешь, ты даже когда спишь, если ты захочешь почесать глаз, ты делаешь это на автомате вот так. То есть ты ногтями в глаз не попадешь. А были какие-нибудь курьезные ситуации, когда ты только начинала такие отращивать? Да, я... Мне нравится профессионализм ведущего, когда, ну вот, с Кариной больше, в принципе, нечего обсудить, кроме ее длинных ногтей. И он обсуждает реально ее длинные ногти. Ну, расскажи, Карин, ну, в очередной раз. Расскажи, как ты жопу-то вытираешь своими длинными ногтями. Типа, не зачерпываешь там ничего, когда вытираешься. Максимальную длину, ну, то есть первый раз такие длинные ногти, я очень сильно задела... Как ему интересно, господи, как нам всем интересно, как Карина чуть один раз не задела обручку длинными ногтями. Двери из такси, когда вылезала, и у меня нокоть вот так просто поднялся, и не было пластины. То есть прям до мяса. Сходило месяц, и нормально. Ты мужчину-то нашла себе? Мужчину нашла, да. По-моему, крайний раз, когда с тобой Макс общался, ты говорила, что свободная еще была. Ну вот, уже не свободна. Вот так вот вышло. Он у тебя медийный или скрытный? Медийный, да, Андрюша Ноэллс, детка. А, Карина, больше ты не можешь хвастаться своим Андрюша Ноэллсом-деткой, потому что у него другая детка была. Все мы смотрели тот слив, и Андрюша нравится. Выяснится, ребят, выяснится. Вот помяните мое слово. Через еще месяц выяснится, что Андрюша Ноэллс не би, а гей. А кажется, что он с девочками-то даже и не спал. Короче, ребята, вот опять же, пишите свои комментарии, пишите, что вы думаете насчет этих всех тиктокеров, которые приходят на интервью к Пушке и говорят, ой, мы так бедно жили, мы такие бедные, у нас такое бедное детство было, одну крысу на всю семью с мамой, с папой делили. А теперь, а я не знаю, сколько эти кроссовки стоят, ну, тысяч пятьдесят. Вот откуда вот эта вот трансформация из обычного человека в какого-то пренебрежительного существа, к деньгам, к ценности, за которые многие люди борются, выживают, тратят все свое время, энергию на эту ценность, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Они вот так вот, знаете, плюют просто в лицо своей аудитории. Они живут за счет этой аудитории, они стали популярными за счет этой аудитории. А потом плевок в лицо, типа, смотрите, я хер знает, спустила много денег на кроссовки, даже не знаю, сколько они стоят. Возможно, я слишком сильно придираюсь, возможно, это специально так сделано все, чтобы вызвать какую-то, не знаю, вот такую у меня реакцию, но что вы думаете? Все, ребятки, увидимся с вами в следующем видосике. Не забывайте ставить лайки, комментарии писать. Ну, а я пошел на свой любимый сайт Кинопоиск HD смотреть еще какой-нибудь сериальчик про зомби. Вот что-то меня на зомби потянуло в последние дни.